Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно мне прислали очень интересный ролик, ссылку на очень интересный видеоролик о том, как работает Форекс. Там парень рассказывает, сейчас я просто фрагменты вставлю, о том, как работает Форекс. Дело в том, что многие говорят, что Форекс – это кухня, другие говорят, что Форекс – это вообще круто. И вам наверняка звонили кто-то из Форекс-компаний, говорили, что давай заработаешь, там бешеные прибыли и так далее. И где здесь правда, где ложь, все говорят, что Форекс – это кухня, с одной стороны, с другой стороны, все говорят, блин, да нет, там вот можно заработать, бешеные бабки, быстро и так далее. Давайте все-таки попытаемся разобраться, Форекс – это, ну, есть возможность там заработать или нет, и есть ли возможность там слить или нет. Вот. И главный аргумент, который, ну, скажем, многие люди говорят, что Форекс – это вообще жулики и так далее, ну, на самом деле это не так. Дело в том, что я на Форексе работал, в принципе, где-то, ну, лет 7, я не постоянно там был, время от времени заходил, мне интересно было, я там учился, осваивал, ну, как бы вот эти вот основы трейдинга. Меня ни разу не обманули там, но я разорился. Вот. Я сам разорился. И это логично просто. Я прекрасно понимаю, как это все работает, вот, ну, мне кажется, не стоит там торговать. Но, смотрите, есть масса Форекс-дилеров, это не брокеры, вот там парень говорит, что это брокеры, брокеры, дилеры. В чем отличие? Дело в том, что Форекс-компании, они заключают договор, это не биржевой рынок, вот, они заключают договор, как он говорит, на поставку котировок, то есть им дает какой-то крупный банк котировки на рынке Форекс, они эти котировки транслируют у себя. Там очень удобная система MetaTrader – это вообще что-то. она шикарная совершенно. Вот. Там действительно все просто великолепно сделано. Просто вот, ну, мне нравится. Очень красиво. Вот. И, ну, почему все разоряются там? Риски огромные. Риски огромные. Возможность заработать, да, большие, намного больше, чем на бирже. Риски при этом огромные, но почему-то, если есть вероятность того, что вы прогорите полностью, там она огромная, этого никто не будет отрицать. Там Margin Call срабатывает при нулевом балансе, а до Margin Call добраться очень-очень быстро. На бирже Margin Call срабатывает при 50%. То есть на бирже вы можете с одной сделки потерять максимум 50% депозита, на Форексе вас отключат только когда ноль, когда у вас уже нет возможности вообще ничего отыграть. Ну, только это одно уже играет роль. И с другой стороны, приходите на рынок Форекс, да, то вероятность того, что вы разоритесь, ну, где-то близка к 90%, скажем, если вы не опытный человек и вы там с реальными деньгами, то вероятность того, что вы очень быстро сольете весь свой депозит, она огромна. И поэтому, что делают Форекс-дилеры? Они говорят, ну, если человек вот так вот рискованно работает, зачем его вообще, так сказать, деньги посылать туда, на Межбанк? Их можно просто сразу забрать себе и давать ему котировки, да, а он, значит, совершенно логично разорится, а денежки останутся у Форекс-дилера. И, насколько я понимаю, этим они и зарабатывают. То есть в расчете на то, что люди разорятся. И вот здесь я получил вот явное подтверждение этому. Это руководитель одной из Форекс-компаний, значит, он был владельцем Форекс-компаний, и он отвечает Змееву вот на примерно такой вопрос. Змеев говорит, что да там вообще деньги не выводят на Межбанк. Он говорит, да откуда он знает, он вообще, так сказать. И вот буквально на третьей минуте вот что он говорит. Это, сейчас скажу, кто. Станислав Половицкий. Очень, очень грамотный чувак. Вот, так сказать, он как бы вот такой вот весь на понтах и не выглядит умным. Он достаточно умный и грамотный. Я вам советую посмотреть этот ролик полностью. Форекс-компаний, открытие торговой, открытие счета в банки, подключение платежных систем, открытие сайта, личного кабинета и так далее, и так далее. Прием, платежей, получение лицензии и так далее. Все, 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 все я знаю. И чтобы вас не вводили в заблуждение вот такие вот блогеры, я вам могу сказать, как работает эта индустрия. Все клиенты, вот как работали мы. Вот он, он реально все это знает, он реально знает изнутри, и он об этом рассказывает, чем он и интересен, потому что, если кто-то рассказывает о том, что не знает, то действительно, вот он на это напирает на самом деле. Есть отдел дельника, который просчитывает риски, который решает, кого... Вот, слушайте внимательно. У каждого брокера есть несколько групп клиентов, ну, сегментированных. Есть клиенты, которые сливают все. Их не надо перекрывать. Они и нет смысла. Есть клиенты, которые торгуют вновь. У них куча сделок, какие-то роботы, но они и не сливают полностью, и не зарабатывают. Есть клиенты, которые зарабатывают, и есть рисковые клиенты. Рисковые клиенты, это когда приходят клиенты, открывают счет, например, на какую-то огромную сумму. Ты не знаешь этого клиента, не знаешь, будет он зарабатывать или сливать, и ты, чтобы снять себе риски, тоже его управляешь на перекрытие. И вот каждый брокер, он сегментирует между собой этих клиентов, и кого-то перекрывает, кого-то выводит между нами, кого-то не выводит. Для чего это делается? Для того, чтобы максимально заработать денег с каждой группой клиентов. Потому что если ты будешь работать так, как говорит Сергей, никуда никого не уйдет, то ты на тех клиентах, которые торгуют вновь, ты ничего не заработаешь. То есть клиент открыл счет на 1000 долларов, год у тебя торговал, у него как была 1000, так и осталось, ты ничего на этом не заработаешь. На тех клиентах, которые зарабатывают, ты будешь терять. А если придет какой-то клиент с большой суммой, начнет зарабатывать, и он заработает больше, чем остальные потерять, то ты вообще вылетишь из минус, ты авангодишься. Поэтому все брокеры сегментируют клиентов и распределяют, кого куда перекрывать. Но некоторые из клиентов сегментируют, некоторые, у которых более сложная система. Это у нас было просто, у нас компания была маленькая. А у кого более сложно все, те выводят на перекрытие какие-то отдельные позиции, по которым большой перекус, ну и так далее. Что значит вывести на перекрытие? Это значит, что вы, как брокерская компания, которая работает в розничном сегменте, с конечным потребителем, подписываете договор с поставщиком ликвидности, который будет вам давать котировки на финансовые инструменты. Это может быть как большой, например, банк инвестиционный, там, архитмейкер, например, дочь, банк. Так и может быть маленькая, там, какая-то прайм-брокерская компания, которая, которая именно, ну, которая, она не работает с конечным потребителем, она работает вот с брокерами, которые работают в розничном сегменте. У нас была такая компания Top of X, одна из основных, еще другими мы работали, но одна из основных Top of X. Вы можете подключать туда брокера какого-то, типа Alpari, еще какого-то, ну, разные есть прайм-брокеры. Это тоже бизнес, большая индустрия от прайм-брокера. И вы можете на этом, открывая у них счет, вы можете отправлять на это в брокер разделки и полностью снимать с себя риски все по торговле, например, по какому-то клиенту. Пришел к нам клиент, например, у нас средний чек был, где-то 500 долларов, а тут приходит клиент и открывает счет на 100 тысяч. Как он будет торговать от клиента? Непонятно. Зарабатывать он будет, сливать, непонятно. Риски есть, есть. Что мы по нему делаем? Это рисковый клиент. Мы его отправляем на перекус. И все сделки, которые открываются, они дублируются у прайм-брокера, если вот, но мы зарабатываем на комиссии и мы зарабатываем на ценах, потому что мы даем этому клиенту немножко хуже цен, чем нам дает прайм-брокер. То есть это принцип, как вот построена любая розничная сеть, например, по торговле пива. Есть оптовики крупные опты, у них самая лучшая цена, есть средний опты, есть мелкий опты, и в розницу выходит самая лучшая цена для клиента. Это самая дорогая бутылка пива, она горький. Ну, вот, по-моему, все аргументы против Форекса здесь просто вот ясно сказаны. Смотрите, он говорит, что можно выводить на перекрытие, можно не выводить на перекрытие. Вот как бы все. А теперь смотрите, что значит не выводить на перекрытие. То есть Форекс-дилер, то есть, ну, здесь парень Станислав говорит, что Форекс-брокеры, на самом деле это дилеры, потому что вот у них есть возможность выводить на перекрытие, есть возможность не выводить на перекрытие, то есть есть возможность сразу, ну, как бы взять деньги клиента, и, собственно говоря, ничего с ними не делать, а клиенту давать сделки и так далее. То есть клиент как бы работает как на тотализаторе, что ли, он делает ставки на то, что вырастет что-то или нет. Вот на бирже этого в принципе быть не может. Вот и все. Это главный аргумент, потому что на бирже однозначно все сделки, которые вот я даю поручение на покупку или на продажу актива какого-то, однозначно это поручение окажется на московской бирже. Вот это главный для меня аргумент, почему я перешел на биржу, и это один из главных аргументов, и работаю на бирже. После того, как я очень долго пытался разработать стратегию работы на Форексе. На Форексе действительно все это возможно, но есть еще один момент очень неприятный. На Форексе есть плечо. Плечо на Форексе, как правило, 1 к 100, 1 к 200. Но потом, значит, многие разошлись, и у нас плечо, значит, 1 к 1000, 1 к 2000. Что это значит? Это значит следующее. Если вы купили какой-то актив, например, и вы, ну как бы у вас на счете совсем мало денег, скажем, 100 долларов, и вы с этим депозитом открываете, ну пусть даже минимальную какую-то сделку, но плечо 1 к 1000. То есть вы, имея 100 долларов, совершаете сделку на 100 тысяч долларов. И если этот актив, который вы купили, там, как правило, валютные пары вырос, скажем, на 1%, да? Ну, то есть грубо я говорю на 1%, такого не бывает. Вот. Если актив вырос на 1%, то вы получаете 1000%. То есть вы увеличиваете свой депозит в 100 раз, там, или сколько? Ну, то есть, короче говоря, в 10, да, в 10 раз 1000%. Вот. И это, ну, такое редко бывает. Там, как правило, колебания очень небольшие, там 0,1%, но 0,1% умножаем на 1000, это 100%. То есть вы удваиваете свой депозит достаточно легко. Вот. В чем засада? Да, засада в том, что если, прежде чем вырасти, этот актив сначала дернулся вниз на 0,1%, то у вас было 100%, стало 100 минус 100, 0. И все. Обратно уже не прыгнешь. 0. С нуля только 0. Вот и все, на самом деле. И поэтому, для того, чтобы нормально начать зарабатывать на Форексе, там действительно очень все удобно. Надо входить туда не со 100 долларами. И я вам скажу, страшно, даже не с 1000. Вот. Ну, скажем, 5000 долларов, если у вас есть. и вы начинаете делать минимальный, совершенно, значит, при плече 1 к 1000, да, если плечо 1 к 1000, то у вас 5000 долларов, вы берете от 5000 долларов 1%, это сколько там, 50 долларов, насколько я понимаю. И вот одним процентом от своего депозита вы рискуете. Вот. Вам это скажет любой трейдер на Форексе. Вы спросите, так сказать, вот менеджера, который с вами будет общаться, скажите, вот, а сколько надо заводить? Он вам смело точно так же скажет, что надо заводить 5000, и он тоже самое скажет, что надо рисковать не более чем, но он скажет, не более чем 5% депозита. И 5% это уже много, вот, при плече 1000. Вот. И если вы ищете возможность все-таки, если вы решились попробовать на Форексе, значит, соответственно, мой вам совет, что торговать не более чем, ну, то есть, как бы, рисковать не более чем 5% от депозита, потому что возможности заработать там огромные, но такие же возможности проиграть. Если вы опустились, то ваши возможности намного уменьшаются, соответственно. Ну, и помните, что маржин-кон наступает при нулевом депозите, то есть, он может, как сапер, короче говоря, только один раз в жизни вы можете так ошибиться. То есть, если у вас позиция пошла вниз, здесь и нервы, и так далее, и так далее. Но, если вы хотите потренироваться, я вам рекомендую на демо-счете, на демо-счете, организовывать демо-счет, причем он должен соответствовать примерно той сумме, которую вы можете завести на Форекс. То есть, если у вас есть, скажем, ну, хотя бы 2000 долларов, то вы открываете демо-счет с минимальным плечом на 2000 долларов и пытаетесь на демо-счете сделать прибыль и удержаться на демо-счете хотя бы три месяца торговли достаточно интенсивно. Если вам это удается и вы даже ухитрились уйти в плюс за три месяца, то можно пробовать, конечно, реальные деньги, но я говорю риски огромные. И на самом деле получается так, что я вот пробовал на демо-счетах очень-очень долго, 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 но когда я туда завел реальные деньги, психология работы с реальными деньгами и с виртуальными, все-таки с демо-деньгами, с виртуальными деньгами, она абсолютно противоположна. Ну, я могу сказать, что реальные деньги я слил там за что-то там неделю буквально. Ну, и в общем-то, сказать, вот с моей психологией, наверное, туда не стоит. И большинство людей, в общем-то, ну, большая часть людей, я не буду говорить про процент, потому что он меня убьет, вот, большая часть людей разоряются моментально. Ну, и тем более, что вот он говорит, что большая часть людей туда входит с депозитами 100 долларов, там 500 долларов, это однозначный слив. Вот, ну, ничего там не сделаете с 500 долларами. От 2000 долларов там еще как-то что-то можно сделать. Вот, ну, я в описании к ссылке скину, или даже в конце вы увидите ссылку вот на тот ролик, который я вам показываю, он действительно 40-минутный парень, очень-очень толково и очень честно рассказывает, как работают форекс-дилеры. И если вы хотите, так сказать, там попробовать, испытать, то посмотрите, пожалуйста, внимательно. Вот, ну, что от себя могу сказать, ну, парень не врет. вот, а вы уже оцениваете сами, как хотите. Вот, и он, правда, говорит, там в конце, говорит, да, если вы хотите инвестировать, то да, вам на биржу. Вот, я призываю вас все-таки инвестировать, поэтому я призываю вас идти все-таки на биржу, потому что быстрых и легких денег, в общем, сказать, ну, как бы, бывает, может быть, но крайне редко. деньги шаг же за шагом, степ бай степ, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но вот этими ступеньками они идут буквально по экспоненте. Помните, я недавно рассказывал про табличку в Excel, как можно посчитать, вы легко можете посчитать, что, да, за год вы не станете богатым, и даже за два, но за 10 очень даже реально, поэтому я призываю вас все-таки не спекулировать, хотя сам спекулянт страшный, вот, но я призываю вас быть инвесторами. А вот сегодня буквально писал мне один молодой человек, что говорит, вот модельный портфель падает, падает, падает там, и он у меня упал, там, короче говоря, истерика такая, но если вы морально не готовы к падению, то есть насколько вы готовы, вот все буквально вот консультанты финансовые говорят, оцените, пожалуйста, психологическую свою готовность, насколько денег вы готовы потерять, сколько процентов от своих денег вы готовы не заработать, а потерять. Вот если вы готовы, значит, там, скажем, что вы потеряете там, скажем, 10-15 процентов, вы морально к этому готовы, то есть все говорят, да, 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 но потом, когда действительно деньги опускаются на 3 процентов, там уже истерика и бьются головы об стенку, да ты что, да как это так вот, ну, ты же сам говорил, что 12-15 процентов готов потерять, ну, не так же быстро, вот так, вот, поэтому, поэтому это действительно надо каждому решать для себя, готов он хотя бы к каким-то минимальным потерям и насколько большим потерям он готов, насколько он готов рисковать, если вы не готовы к потерям вообще, тогда я вам рекомендую, естественно, фондовый рынок исключительно, тут Форекс вообще никак и только облигации, ОФЗ или облигации там РЖД или облигации крупнейших банков, то есть там потерять просто в принципе нельзя, и поэтому вот на своем курсе биржи для чайников я как раз и начинаю обучение с тех инструментов, на которых просто нельзя потерять, там в принципе нельзя потерять, вот, то есть вы не можете потерять, там даже если вы ошиблись, вместо покупки поставили продажу, она у вас не сработает, потому что облигации в шорт нельзя сделать, вот, облигации к операциям шорт недоступны, например, да, то есть здесь вы не ошибетесь, вот, а если вы по ошибке, так сказать, купили, они хотели покупать или не та цена, например, да, вы не ту цену поставили, по которой хотели купить, ничего страшного, она не сильно меняется, если вы подождете дней пять, то за счет купонного дохода только вы в любом случае окажете в плюсе, вот, то есть облигации это абсолютно беспроигрышный вариант, потом акции на них сильно не потеряешь, в общем, сказать, там, ну, это надо постараться, чтобы 10% потерять на самом деле, вот, еще один канал был очень интересный, это ребята поставили эксперимент, просто взяли и решили трейдинг наоборот сделать, то есть парню дали задание, что он должен не заработать деньги на фондовом рынке, а потерять деньги, и сколько он потеряет денег, столько ему дадут в качестве заработка, так вот, парню не удалось заработать ни копейки, потому что все, что он покупал с целью самые такие отстойные, как он считал, бумаги, они заразы все равно росли, вот, и, ну, вот так вот смешно получилось, вот, ну, я надеюсь, что немножечко я пояснил, но, а для того, чтобы, я уж не буду долго рассказывать про Форекс, вы лучше посмотрите сами и сделайте выбор, ну, сейчас лайк, и спасибо за внимание, с вами был Деменков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok